Фрукт, его нельзя. И чернослив, просрешься только и все. Нет, ты знаешь, что чернослив обрабатывают сахаром. И его надо обязательно мыть перед употреблением, если больше... Это уже обработанный. Он дровой обработанный. Нет, нет, его, чтобы он не сгнивал, его все равно обрабатывают. У нас не успевает. На самом деле, если есть чернослив, то завтра в туалет, знаешь, как сходишь? Не надо. Я говорю, что на диете дюканы это запрещено. Вот на первые два месяца запрещено. А потом можно. Один фрукт в день. Одно черносливенно съем. Или доволен. Вот поэтому я пью. Вот лимон можно как допыть, а не желательно, конечно. Но там нет такого сахара. В лимоне? Да. А во всех фруктах есть фруктоза. Да нет, в лимоне-то нет. Вот, например, в хурьме там очень много, мне кажется, фруктозы. Ну, в хурьме, конечно, там вообще глюкозы много. Причем, ты знаешь, раньше-то я ела на фруктозе все это диетический продукт. И не жирнела вроде так. Это на 15 килограмм даже похудела. Мне уже на ютюбе говорят, чтобы я на другую диету переходила. Почему? Потому что это опасная слишком диета дюкана. А вот передача-то была, я бы хотела, чтобы я ее посмотрела. А я не посмотрела, надо ее в записи посмотреть. Там они, ну, американцы ее вообще крусты полностью. Игнорируют, да? Смотри, американцы, они бы похудели бы запросто. Они же там все полные. Нет, ну там нет, они с научной точки зрения ее разобрали, понимаешь, медики. И признали ее, что она по почкам бьет. По почкам бьет, если там мяса много, например, ешь, надо разбавлять морепродуктами. А многие на мясо только налегают. Ну, в общем, ее раскритиковали пух и прах, и его вообще туда не пустили. Он туда хотел в Америку с лекциями там и все. Да, это что? Да, зато его в России тут приветствуют, и все, он во всем тут разбогател. Везде лекции дает. Так он везде со всеми встречается, я смотрю, какие-то там что-то... Ну да. С подписчиками, с этими... Да. У меня уже, если вышла книга «350 рецептов», мне на ютюбе тоже сказали, типа, ну мне некогда готовить. Я вот максимум, что могу сделать, это омлет или яичницу. Ты не хочешь омлета? Если яйца? Или водительство сварить или что? Могу. Вот омлет я не умею готовить. Я не знаю, как его готовить. С молоком я вот яичницу очень хорошо готовлю. А что, там готовить-то нечего. Там просто я беру три яйца и сверху морепродукты мне засыпаю. Ну, будешь яичницу? А с чем просто? А я не знаю, еще многих креветок у меня нету. Мне за 500 рублей креветок. Пожалуйста, засыпьте. Так, что у нас? Ну, что-то только рыба есть. Омлет с рыбой, к примеру, жареной. Да нет, жареное-то я не ем. Я ем вот на пару только рыбу. Теперь все. Я буду не то, что дам до 20 декабря так не есть. Ну, если яйцо хочешь, можно сварить яйцо. Я чуть-чуть продлю, потому что я какой-то, какие-то на той неделе, я дня 4 просто салатов не слезала. Я чувствовала, что либо я сейчас буду есть салаты и перейду, может быть, выпью кока-колы, вот лайт, но или иначе я просто сорвусь с диеты и что-то тут начну есть. Потому что, на самом деле, список продуктов, он настолько узкий, особенно в России его не найти, этот список. Ну, смотри, тебе яйцо или что, или омлет сделаю. Ну, омлета, молока нет, у меня молоковский запах хотел сказать. Ну, ты знаешь, у тебя, наверное, сковородка-то, ты покупала сковородку катифлоновую? Ну, есть же вот это, без холестерина, вот как оно, масло-то, без запаха, такое, обезжиренное. Масло? Нет, масло. Чуть-чуть капну. Чуть-чуть я капну, блины когда-нибудь. Ну, вы чуть-чуть капну для омлет, для яичницы. Слушай, а можно омлет, я столько лет омлет не ела, я вот яичницу могу, этот, что-то... У меня молока нет для этого. А, молока, да. Молоко скисло. Молоко скисло, да, потому что еще обязательно молоко обезжиренное, чтобы омлет был. Нету молока, молоко скисло. Тогда, что можно? Просто яичница. Или сварить яичницу. А яичницу с... А еще знаешь, как показывали тут, без масла? Что? Просто берется кувшик, да? Вот если хочешь низкокалорийный, да, там тоже на диете. Сгибает вода в ковшике, да? И просто вот, ну, как бы взбиваешь воду и разбиваешь туда яйцо. И оно прямо там... Что? Ну, как бы, как яичница становится, только без масла. Хочешь, я такую тебе сделаю? Не, не надо, что-то мне страшновато. Что страшновато? Такое же яичница, только не на масле, не на сковородке, а в воде. Еще раз, что надо делать? Закипает вода в ковшике. Я уже делала себе такое. Много? Ну, в ковшик наливаешь воду. Немножку. Да. Она, когда закипает, ты вот так вот, чтобы яйцо там как бы не расплылось, да? И оно там сворачивается. Получается, как яичница. Как же вода она, наверное, водяная. Да нет, нет, ты просто потом вытаскиваешь этим, такая специальная у меня есть, вот эта поварешка. Да? Яйцо вытаскиваешь, оно получается как со сковородки, только без масла. Нет, что-то не хочешь ее такого. Ну, можно на сковородке. Ну, что, вообще, просто сварить яичницу? Ну, не знаю, как хочешь, можно сварить. Нет, вообще, яичница, она такая горячая, она лучше пойдет когда-то. Ну, что делать, давай? Ну, давай яичницу по твоему методу. А, ты посмотришь, как это интересно получается, да? Стрижку сзади хорошо тебе сделают. Модные, современные. А ты, парни, там какого-нибудь стриглась? Нет, еще не стриглась. Там, кстати, и прибывают, этих парней. И парни вообще шикарно, что встретить там. Да? А, самое интересное в этот раз было вообще. А как это место называется? Догоруховая. Догоруховая рядом с твоей работой. Просто без названия, без всего? Я не помню там номер дома. На Путин Распутин. Нет, ну, а как там, значит, можно... Распутинский дом, знаешь? Нет. Где Распутин жил? Не знаю. Я же с ним не жила. А, кстати, вот на этом библионе, какой-то год, папа взял путевка была по рекурсии по городу. А, или Распутин в Петербурге, что-то такое называлось. Вот, короче говоря, их там водили по всем этим местам злачным. В частности, в этот двор водили, ну, где дом вот этот, где Распутин жил. Ну, где он принимал своих, и у него там и толпа была народу, да? Да, да, да. Сейчас интересная была очень искусшая. И вообще это можно на библионе. На полчуны, может быть, очень. Ну, так что, как называется перикмахерская, ты не знаешь? Я не помню, как она называется, но она сразу же, вот где твой магазин-то был. Как эта улица называется? Это... Или течение вот этой улицы. Так это Гороховая. А подожди. Зенегородская? Зенегородская. Вот, и идёт сразу же по Гороховой. Вот. Только по другой стороне. Не где твоя работа, а по другой стороне. Ага. И тут буквально сразу же парикмахерская. За фонтанкой? Нет. А, до? Да, конечно. Так это вообще рядом, получается, Гороховая. Да, я тебе и говорю, рядом. Ну, тебе надо какому-нибудь мальчику запойти по спине. Да у меня там девочка, была девочка, они как-то меняются. Они постоянно куда-то уходят. Ну, они, наверное, там стажируются, да пойдут дальше. Ну, они такие геративные, там хорошие ребята. Ну, это самое главное, они каждый раз новой стрижут, и всё, одной придерживаются формы. Ну, это я и так прошу. А то у тебя была раньше совсем какая-то мужская фигня на башке. Короче, это самое. В этот раз я попросила, у меня краска была с собой, я попросила её подкрасить. Она говорит, ну ладно, подкрашу краской. И что, так можно, да? Ну, как красить волосы. И что она? А и краска, ты тут слышишь? Сколько стоит-то это? Ну, с меня 700 рублей взяли за стрижку и за покраску. Ну, нормально. А так стрижка стоит... Да вообще не заработала. Да там дешёвая, да. Ну, и главное, качественная. Ну, и, короче говоря, намылила мне эту голову, накрасила. Своей краской. Я говорю, можно покраситься своей краской? Это дешевле. Ты знаешь свою краску? Это дешевле. Так, а с какой ты палет эту дурацкую свою свою? Да, ну я у меня... Как к тебе ещё волосы не выпали? Он у меня амбре покрасила, она реально у меня всё отвалилась. Я последний раз красилась, это... Отваливается всё. Эль? Или пока, наверное, нет. Какой эльфа? Профессиональная. Профессиональная краска. Шварцкоп. Шварцкоп. Нет, нет. Вэлла, наверное. Нет, нет. Вэлла. Не важно. Короче, я купила эту палетку и говорю, покрасите моей краской. Ну, конечно, это будет... Ну, это дешевле, понятно. И краска, или и моё краска. Ага. Ну, накрасилась, я чувствую, уже пора смываться. Пошли смываться, воды нет. Воды нет? Воды нету. Представляете? А чем смыть-то? Ну, я пришлюсь кипятить воду. Ты что, там не сгорела? Я никогда не красилась. Ты не сгорела? Там башка сгорела. Нет, я не сгорела. Я говорю, что башка сгорела. Знаете, вымерла, там нет воды горячей. Так, вы дешевле, да? Да. Да, у них бойлер там стоит. Так, а парикмахерская-то как там без воды существует? Бойлер стоит, а она кончилась бойлер. Вот. Хорошая штука. Ой, не могу. Ну, это я не пью, конечно. Это просто тут у них стоит. А я приехала помыться. Приехала помыться, потому что дома нет ванны. Я уже хотела нормально помыться в ванне. Телефончик. У меня ногти вообще уже облупились. Сейчас хочу покрасить ногти. Вот телефончик. Еще не научилась я им пользоваться. Половина телефонов. У меня вообще здесь телефонов нету. Я не знаю, кто мне звонит. Не знаю, то есть надо записывать. Хорошенький такой телефончик. Нокия. Я объявила войну всяким этим айфоном. Да, давай два яйца делай мне. Так, прелесть. У нас сто штуки везде. А ты эту мышь не боишься крысу-то? Нет. Она такая черненькая. Нет, я не боюсь. А вот эту ты в Ашане помаду купила. А покажи. Я не знаю, я еще открыла ее или нет? Ты еще открыла или нет? Ну-ка, сколько она? 9 рублей сейчас. Сейчас я лаком тоже намолюсь. Ты надо смыться себе сначала. Ну. Вот что это? Как и жопа какой-то. Ну, невыдом не помыть ее. Без выходных опять? Конечно. И вот там ее когда вот так вот мутишь, она вот там заварится. Слушай, я тут говорю. Дурдом. Боевся она не заварится. Заварится. Я вот так делаю. Варится. Коль на выдомке. Нет, это вот подъедно пока дали. Малышево? Нет, не малышево. Это какая-то выводится внутренняя диета. Видишь, у меня рог не хватает. Короче, надо мотать, чтобы он так закрутился там. Сейчас мы закрутите. Сейчас сварится. И выравнивать вот эти штуки. Так, крути тогда. Надо крутить, когда отбиваешься. Они не включаются. Сейчас сварится сейчас. Какая-то ерунде. Какая-то ерунде получилась. Такой пакет был вообще. Мы пили его, пили. Не допили. Теперь вот это. Ну, это из феников. Арфеников привезенный. Так же, как вот то, это, думаю, шоколад фазер. Последний раз были. Я говорю, Галь, зачем такую коробку? А ну, мы последний раз, вот, пожедничала, такую огромную коробку. Ну, сахар здесь есть. Зубкеры это, это сочно. Здесь по-русски-то ничего нету. Здесь сахар есть, самый натуральный. Ты знаешь, сколько какао без сахара стоит? Нет. Мы с тобой смотрели, сколько он стоит. 400 рублей. Аль, положи его. А я тебя снимаю. Ой, не надо меня снимать. Пожалуйста, не надо меня снимать. Ты интересную историю рассказываешь. Стоит, да? Счастливая. Занимайся. Где для Усов-то? Аль, ты хочешь попробовать, что ли? Ага, сейчас. Давай, чтобы у меня потом пушлина, как кустарник. Я убрала, а ты хочешь? Ну, не надо мне снимать. Ну, покажи Усы. Для Усов. Да. Ну, так ты пора расскажи, что это за штука. Ну, штуку мажешь, а потом снимаешь скарпелем. Вместе с усами. Вместе с губами. Нет, кстати, хорошая штука. Почему? Что за скарпель? Железная какая-то попала? Ну, у Кали есть, я покупала скарпель. Он так называется, скарпель. Да? Берешь, прям так. Скарпелем снимаю. И что? Я не понимаю, что дальше что? А потом он еще больше разрастается, волос? Нет, ничего не разрастается. Ничего не разрастается? Нет, ну, они, конечно, появляются, но... Я смотрю, вот мне две недели опять надо... Ну, они как бы не черные появляются-то? Нет, ну, они просто для удаления. Ну, как вот? Крем для удаления усов. Волос. Ну, ты понимаешь, удалить одно, а потом они еще больше будут расти? Ну, не знаю. Я больше, не больше... Ну, у тебя не растет еще. Ну, вот, шесть-восемь минут, потом больше. Ты сколько им пользуешься, еще растут усы или нет? Конечно, растут. Еще больше, чем были? Да не больше. Нет, не лучше. Это филляндская? Это я в Стокме не покупала на сумасшедших днях. А, сколько стоило? Слушай, я уже не помню. Угл. 300. Такая бадьяба большая, да? Угл. 300. Вот тогда я купила жидко-мыло. Больно это вот скребать потом волосы? Нет, ну, как больно. Просто он же щипет. Крем сам по себе щипет, когда удаляет. Да? Конечно. Интересно вообще. Ну, мне не надо ничего удалять. Я тогда купила там гель вот и мыло для... Жидкое для... Вот сейчас стоит. Тоже в сумасшедшем днях. Я помню, я пошла в галерею, когда ногти наращивали. У меня там тоже... Я говорю, у вас есть эта вот нитка? Ну, она там, я смотрю, есть в предложениях ниткой. Короче, это такая... Да, это адская такая... Угл. Горько удаляет. Ниткой. Только ниткой. Ну, она бы два раза последних удаляла ниткой на нитку. 150 рублей. Ой, или 250 рублей. 200 рублей, я не помню. У нас вот здесь удаляет. Да? Она говорит, больно. Но она терпит. Больно. Очень больно. Это удаляла? Да. Так я пошла в галерею, но у меня вообще ничего не было. Вот здесь, наверху бровей. И всё это от того... У меня просто такое чувство было, что у меня там три волосина, удалять нечего. Но когда она меня там захватила, я не знаю, целый лес этих бровей, я подумала, что не что ли она мне там удаляет. У меня такое чувство, что она у меня сбрила всё просто этой ниткой. Там очень кажется, что нету. А там она удаляет даже самые вот эти вот... Я вообще не понимаю. Я даже не понимаю, как они это делают. Которые под микроскопом... Я тоже не понимаю. Я даже не понимаю, как до какого можно додуматься было. Кто до этого додумался, с этой ерунды? Как вообще пришла эта идея, вот эта нитка? Не знаю. Пусть какой-то... И вот только два раза удаляла уже. А представляешь, у неё это брови... У неё же такие густые брови... Мне кажется, какой-то киллер жил там в Японии. Он кого-нибудь удалял, и ты шею перерывал, а потом поняли, что этой ниткой можно... Ну, это более адское. Да? Да, я не представляю. То есть воннее, чем пинцетом. Да ты что, конечно. Там пинцетом же получился как-то. Пинцетом по одной штучке, а тут сразу много. Тут сразу тебе... Ты понимаешь, одной тебе... Представляешь, 500 сразу. Просто одной. Потому что там точно штук 500, я не знаю, откуда мы взялись. А сколько стоит галереи? А я не помню, там 300, по-моему, или 350 тоже. У нас тоже какая-то парикмахерская есть. Там написано было, значит, удаление вот этой ниткой 250 рублей. А я смотрю, там одни мужики парикмахеры эти, азербайджанцы. Думаю, они меня сейчас как удалят. Но странно, потому что там никакой женщины не видела. Такая чисто парикмахерская, ну такого уровня самого низшего. Как они там удаляют эти брови, эти азербайджанцы, что ли, мужики? Ой, господи, я понавалю, все прям в России уже, да? Они истригут там, а брови, я не знаю, кто у них удаляет, женщины или они. Налейте чай. Да, налей еще, я могу сколько угодно пить. У вас где этот? У него? Да. А, это не лимон. У него, кстати, это обесцвечивает чай. Да, обесцвечивает лимон. Лучше бы он зубы отбелил сразу. Ну да. Так еще коллеги пошли в эту стому или что там сделали-то? Ну вот они там, вот это, была акция. Они говорят, вообще пиздец, куда приходят, они тебя сдувают, у тебя все пыль. Да. Сразу тебя укладывают, обмахивают и пахалом. Ну я в меди, когда лечилась, тоже там все это, весь спектр услуг. Ну вообще, тут же чаю тебе предлагают, кушают. Вообще. Ну и что за акция, все сделали, все зубы? Ну да, в администрация сходила. Там простые няньки, конечно, не пошли. Ну я недавно просто ударяла камни, поэтому я тоже не пошла. Ну на всякий случай можно... Не, давай вот я хочу три в одном вот этот гель-мак. Без всякой вот этой... Ну вот у меня есть и база, и можешь и базу, и топ, и еще и это. Ну смотри, у меня вот такой два вида, вот такой я купила. Ну так он красивый, у тебя на ногтях сейчас, да? Или другой? Нет, у меня сейчас другой. У меня блинчики одного. Ну ты три в одном купила в двух цветах? Да. Ну вот у меня сейчас не три в одном. Ну он красивый. Вот этот? Да. Это я базу делала, сверху крыла. Так, а вот это я купила. Вот выбирай. Ну можешь на всякий случай вот такой. Не, я хочу вот три в одном хочу попробовать. А, вот я попробую вот это. Ты хочешь без всякой базы, что ли? Не будешь... Ну вот я... Не знаю даже, что делать. У меня-то дома базы все есть, и я забыла, как пользоваться. А точнее я пользовалась, у меня ничего не получилось. У меня-то что-то держалось там один день? Ты выдержала? Она прямо удаляет. На. Подожди, а это что же рыженькое? Это что такое? А это рыженькое, сейчас тебе покажу. А это масло потом сверху покрываешь. А, это масло точно. Масло для кутикулы, для ногтей. А вот это для... А это откуда? Типовая допилка. Я ответную часть куда-то потеряла. Угу. Угу. Угу.